Узнать о новых методах исследований и об уникальных находках в Ульяновск приехали более 80 специалистов в области геологии и палеонтологии со всей России. Исследователи собрала Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 225-летию со дня рождения Петра Языкова. Он, собственно, первым заложил основы последовательности пластов геологических, верхнеумело. И первым на территории Симбирской губернии, недалеко от города Симбирска, нашел остатки их теозавра, тем самым положив начало изучению морских рептилий не только в Поволжье, но и вообще в европейской части России. Коллекция Петра Языкова богата на палеонтологические и геологические находки. Сейчас она хранится в Горном институте в Санкт-Петербурге. Ценность открытия нашего земляка признают специалисты со всего мира. Делиться опытом, знаниями и исследованием в Ульяновск приехали специалисты из более 20 регионов России и стран ближнего зарубежья. И будет интересно послушать, какие возможности дают новые методы. Это про один доклад, а второй доклад у меня, возможно, это будет новая находка, единственная в мире. И поэтому нужно, чтобы на сутка лет нанести, услышать их мнение, в том числе о том, действительно ли это так или не так, или в каком направлении двигаться. А что за находка? Ну, возможно, это будет первая ископаемая кладка яиц, тетерапот, очень древняя, то есть пермского возраста, это около 250 миллионов лет назад. В течение нескольких дней конференции участники выслушают доклады по различным темам. Палеонтология, палеоэкология, история палеонтологии России, сохранение геологического наследия, геотуризм, палеонтологические коллекции музеев России. С моей точки зрения, это одно из крупнейших и значимых мероприятий в сфере палеонтологии, ну, вообще у нас в России. И мне, на самом деле, было бы интересно посмотреть на уровень организации этого мероприятия, познакомиться и пообщаться, конечно же, с участниками, чтобы по возможности уже на площадке нашего музея в городе Киров можно было провести аналогичное мероприятие. Также в программе конференции запланированы полевые выезды в геопарк «Ундория», посещение Ундровского палеонтологического музея, городичинского геологического разреза, геологических разрезов на территории Национального парка «Сенгелеевские горы». Светлана Карпухина, Геннадий Бухтаяров, Уллправда ТВ.